Добрый вечер! Я могу и пришёл сюда доказать вам это. Неважно, будет ли это интеллектуальное испытание, зрелищный трюк, врождённый дар или навык, отточенный годами. Если участник сможет превзойти себя, он подтвердит главное – это формулу «Я могу». Никто не судит и не оценивает наших участников. Они ни с кем не соревнуются и не побеждают за счёт поражения конкурентов. Их соперник – только они сами. На ваших глазах они должны превзойти свой личный рекорд, а если участнику это удастся, он получит 50 тысяч рублей. Кроме того, у него есть шанс попасть в Книгу рекордов России, поскольку новый рекорд зафиксирует и подтвердит главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко. Но даже если это не произойдёт, все наши участники будут вписаны в Книгу «Славы. Шоу. Я могу». АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ах, только шашка к казаку. Востепи подруга, только шашка к казаку, востепи жена. Вот замечательные слова. Кстати, о шашках. Старинный боевой инструмент. К сожалению, немного сейчас осталось людей, которые владеют этим в совершенстве. Один из них сегодня здесь, в студии. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Моей дочери уже 23, она живёт самостоятельно. Четверо младших живут со мной. Трое ребят и самая младшая девочка. Сейчас мои дети смотрят, как я работаю, метаю ножи. Выходят со словами, папа, можно? Я говорю, конечно. И они берут ножи, начинают их кидать. Младший сам меня удивил. Подошёл папа, говорит, включи казачью музыку. Я включил, он взял деревянные шашки и стал танцевать с ними, повторяя те движения, которые я делаю. Ощущение при рубке шашка непередаваем. Когда шашка находится в руках, когда момент удара ты ощущаешь всем телом, когда это передаётся в рук, в мозг, ну, это, наверное, сродник с экстазом. Я пришёл на проект, чтобы показать, как можно больше чувствовать зрителей, как важны семейные ценности. Что мужчина в любой ситуации должен оставаться мужчиной. Что женщина должна оставаться женщиной. Я являюсь примером для детей. И, может быть, кто-то, глядя на меня, тоже возьмётся за голову. Алексей Тетерин. Казак. Казак. Станица. На Кубане. А кубанский казак? Да. Потомственный. Родовой. Родовой. Пять шашек. Разница между ними? Как в музыкальной школе. Вот у меня дети учатся в музыкальной школе, я поэтому могу сравнить с этим. Сначала на маленькой флейте начинают играть, потом на профессиональной флейте начинают играть. Так и с шашками. Сначала берёшь одну в руки, пробуешь, понимаешь, что что-то нужно ещё более серьёзное. Вот. Дальше. И дальше постепенно вот так вот я перешёл от одной к другой. Вот. Сегодня вот у меня сделаны на заказ шашка рабочие, хотя и эти тоже рабочие. И я могу их сравнить именно действительно с музыкальным инструментом. АПЛОДИСМЕНТЫ Все шашки свистят по-разному. То есть... Вот. Я не знаю, получится услышать микрофон. А, слышно. Ну-ка, подожди. Вот. И чтобы понимать всё-таки, что такое шашка, вот листок бумажки и почему они свистят. То же самое вот разница между вот эта степовая шашка, это вот уже кавказский образец шашки. У них разные рукояти, разные клинки, но, тем не менее, затачиваются они все одинаково хорошо. То же самое тот экземпляр, который у меня сейчас в руках. То есть надо понимать, что если ноту неправильную возьмёшь, только слух испортишь там, ну, шашкой можно немножечко пораниться. Ну, хорошо. Это всё слова. Так. А можете ли показать какие-то элементы владения этим оружием, для того, чтобы мы перешли уже к заданию? Конечно. Ну, например. Ну, я знаю, что, скажем, шашкой рубят лозу. Подходим к лозе и чистый руб делаем. Левый, правый. То есть, ну, можете посмотреть красоту руба. Это один из элементов соревновательных. Рубят лозу под шапкой. Задача срубить так, чтобы шапка осталась на лозе. То есть... Я вас попрошу немножко быть судьёй. То есть рубятся всегда по команде эти вещи. Поэтому первое, что вы спрашиваете меня, это готов? Ага. Если я отвечаю, да, готов, говоришь, руби. Хорошо. Всё. Прошу вас. Готов? Готов. Руби. Можно попробовать ещё раз рубить. Давай. Только подальше немножко отойду. Давай, отойду, отойду. Готов? Готов. Руби. Дальше начинаем то, что я хотел вам ещё показать сегодня. Чем я был удивлён. Это рубка мишени на стойке. В данном случае мишень является полуторалитровая бутылка классическая. Вот. Задача срубить так, чтобы нижняя часть бутылки осталась на месте. Она, видите, не прикреплена никак. То есть стоит. Точно так же всё делаем по вашей команде. Готов? Руби. Попробую срубить на максимальное количество раз. Готов? Руби. Это бонусный удар, если осталась часть внизу. За это дополнительные очки дают. Готов. И ещё один элемент хотел показать. Так как шашка чем отличается от сабли? Отсутствием гарды. Соответственно, работа с ней предполагает работу с двух рук. Прости, я должен буду объяснить. Гарда – это накладка на рукоятку. Защита руки. Чтобы не попортить руку. В переводе означает «защита». Кстати, гарды Марины. АПЛОДИСМЕНТЫ Защита так же. Почему? Обязательно для спортсмена. Это наличие головного убора, кубанки или папахи. И сапог высокий. Задача та же самая. То есть рублю двумя руками, две шашки. Один руб делаю, но при этом нижняя часть должна остаться. АПЛОДИСМЕНТЫ Готов? Да. Руби. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, мастерцов всегда вызывает восхищение. То, что вы делаете великолепно. У меня к вам есть задание. Давайте пройдем туда. Пойдем. Пойдемте. Посмотрите. Вы встаете в центре. У вас есть одна минута, чтобы запомнить расположение предметов, которые вы будете рубить. Потом мы закроем вам глаза. И за три минуты вы должны будете разрубить все представленные здесь элементы. Стас, скажите, это является основанием для занесения в Книгу рекордов? Россия. Сегодня мы не будем фиксировать этот рекорд. А вообще, в принципе, можно разработать регламент для этого рекорда. Хорошо. Минута у вас есть. Запомните. Два, три, четыре, пять, шесть. Еще двадцать секунд. Понял. Вы готовы? Готов. Я прошу вас снять кубанку. Поэтому мы наденем на вас вот это. Кубанку можете надеть обратно, если хотите. Давайте я и вам ее дам поддержать. Не знаю, на лист. Очень. Итак, мы расставили четыре кувшина. Бутылки. У вас есть всего три минуты, чтобы порубить все, что здесь находится. Вы готовы? Готов. Пять, четыре, три, два, одна, ноль. Пять, четыре, 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 четыре. Пять, четыре, 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 четыре. Пять, четыре, четыре, четырнадцатого. Пять, четыре. Светлый. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Осталась одна бутылка. Субтитры делал DimaTorzok 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 Ну многое что видели здесь на программе, но вот наш следующий герой делает действительно что-то фантастическое. Алексей Кривчун, веган пауэрлифтер. На турнике ему равных нет. То, что делает этот человек, производит невероятное впечатление. Субтитры делал DimaTorzok Однажды в интернете я увидел ролик, где ребята занимались на турниках, делали трюки, элементы очень зрелищные, классные, сложные. Я понял, что я тоже так хочу и я смогу так. Я построил во дворе спортивную площадку. Начал сначала сам заниматься с братом, а потом начали подходить ребята, собираться, интересоваться, кто что построил. Я сказал, что это я и приходите заниматься. И так и родилась тренерская карьера. Воркаут для меня это образ жизни, образ мышления. Это то, к чему я иду последние 8 лет. Я решил людям рассказать о том, что есть такое направление физического развития. Упражнения с собственным весом тела это доступно каждому. Это не сидеть с бутылкой пива, с сигаретой. Это очень мощная альтернатива. Ты управляешь собственным телом. По-моему, это очень классно. Я пришел на проект, чтобы показать себя и заразить всех энергией спорта. И ты тоже можешь так. Алексей Кривчук. Начнем с того, что я тут наговорил масса неизвестных мне слов. Что такое, ну, пауэрлифтер, я более-менее не знаю. Вот до этого. Веган. 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 Ну, я не употребляю в пищу животный белок уже на протяжении 8 лет. А, вегетарианец? Ну, вегетарианец, сыроед. А что случилось? Это улучшает мои силовые показатели, выносливость, силовую выносливость. Хорошо. Теперь турник. Ну, тоже довольно известная конструкция. Что такого можно делать на турнике, чтобы мы тут все ахнули? Ну, я могу показать. Меньше слов и больше дела. Покажи. АПЛОДИСМЕНТЫ Здесь главный редактор книги рекордов России. Поэтому я хочу, чтобы вы сразу сказали, что вы будете делать. Я буду делать большие обороты на прямых руках в простонародье, именуемое солнышко. Сколько раз? 60 я делал раньше. Сейчас я попробую побить этот рекорд и пойти на максимум. Если он делает 70 оборотов, это достаточно для того, чтобы занестись в книгу рекордов России? В книге рекордов России на сегодняшний день нет официального рекорда, поэтому 70 оборотов будет достаточно. Достаточно? Да. Вы первый, кто будет с этим солнышком, занесен в книгу рекордов. Вам нужен ваш ассистент. Для чего? Да. Для того, чтобы помочь снять меня с турника, потому что я могу просто потерять все силы. Ну, потратить, скажем так. Можно вас попросить? Идите сюда. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, 70 оборотов. Считайте, Стас. Начали. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok АПЛОДИСМЕНТЫ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ 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 75, 80, 100 раз Напишите, я могу Одно слово, больше ничего Я могу, и вы здесь, на нашей программе Наверное, с каждым сидящим в этом зале А равно как с каждым, кто находит сейчас у экранов своих телевизоров Случалось это Название фильма вы помните? А кто снимался в этом фильме, но никак на ум не идет У меня, кстати, так бывает довольно часто То есть каких-то актеров я помню, каких-то не помню вообще Но человек, который выйдет сюда сегодня на эту сцену Помнит вообще всех актеров, которые снимались когда-либо в каком-либо фильме У меня очень странно работает мозг в плане запоминания информации Я запоминаю актерские составы фильма Ну, достаточно забавно сходить с большой компанией друзей в кинотеатр Потому что у меня сразу начинают спрашивать Мень-мень, а это кто? А это кто? Я говорю, это тот, тот, играл там, там, там И они все пытаются теперь меня подловить Поскольку я запоминаю определенное количество информации Определенную информацию То я могу не вспомнить, какой вчера был день Что я ел на завтрак При общении с девушками помогает то, что Меня никогда нельзя подловить в плане Вот я тебе говорил, а ты меня не слушаешь А я всегда слушаю Своим выступлением я бы хотел доказать всем людям, у которых есть определенные возможности Которые они считают, может быть, глупыми или не совсем интересными Что они тоже имеют место быть и что им тоже место на первом Дмитрий Венгеров Скажите, пожалуйста, когда вы впервые обратили внимание, что вам на ум приходят мгновенно актеры, которые там или сям снимались в кино? Это произошло в кино Я начал замечать за собой, что я помню гораздо больше, чем основной состав актеров Помню людей, которые и роль второго плана исполняют, и даже эпизоды Какое количество фильмов сейчас у вас в голове? Ох, я много смотрю, правда, ну не знаю, 200-300, может быть Фильмов? Да Может быть, больше То есть, если сейчас мы предложим вам 10 фильмов, вы назовете актеров, которые были указаны в афише, но в титрах Если я их смотрел, то да Естас, скажите, это является основанием для занесения в Книгу рекордов России? Ну, сегодня мы не будем фиксировать этот рекорд, а вообще, в принципе, можно разработать регламент для этого рекорда Ну, что же вы ждете? Что вы ждете? Вченокового регламента нет до сих пор Явление есть, а регламента нет Пользуйтесь Давайте пройдем в наш импровизированный кино-зал До вас, как вы видите, здесь кто-то уже был Присаживайтесь Так Не глядя на экран, вы будете делать то, что сказали Я буду называть фильм Так А вы будете вспоминать актеров, которые указаны в титрах этого фильма Так, договорились Если вы сегодня назовете актеров из 10 фильмов, вы получите 50 тысяч рублей И имя ваше будет занесено в Книгу нашей программы Неплохо Вас устраивает? Вполне Хорошо Давайте 17 мгновений весны Вы смотрели? Давно Но смотрел Вячеслав Тихонов, главная роль в Стопе Штирлица Олег Табаков, Леонид Броневой Так, прям первая серия Там есть несколько актеров, которые из ГДР снимались Одного из них, Геринга, по-моему, играет Вильгельм, Бурмайер его зовут Одна из первых сцен, где на допросе допрашивают астронома Его играет человек, тоже запоминающийся фамилией, Юрий Катин-Ярцев Так, давайте по женским ролям Светлана Светличная играет фрау, которая на машинке печатала в слоне в этом балифанте в ресторане Екатерина Градова играет Кэт, радистку Так, Ростислав Плят Лев Дуров Леонид Куравлев Валентин Гафт Евгений Встигнеев Василий Лановой Адольфа Гитлер играет человек с примечательной фамилией Фриц Диц И Иосифа Сталина играет Андро Кабаладзе Кабаладзе Папа Я скажу вам в конце Обращаю внимание всех, кто смотрит нас сегодня Он называет гораздо больше актеров, чем те, которые указаны на основных титрах Второй фильм Брат Ну давайте Сергей Бодров-младший и Виктор Сухоруков Собственно, два брата Женские роли Мария Жукова, Светлана Письмиченко Гофмана играет Юрий Кузнецов Бандюганы, бандюганы Андрей Федорцов Там даже играет Вячеслав Бутусов Вячеслав Бутусова В этом фильме Еще одного бандита играет Анатолий Журавлев Ну вот, пожалуйста, пожалуйста Это два Третий фильм Форест Гамп Оу, хорошо Том Хэнкс играет Форест Гамп За знобу его Дженни Играет Робин Райт Лейтенанта Дэна Играет Гарри Синис Мать Фореста играет Салли Филд Собственно говоря, Фореста в Как это, Отрочество В Отрочестве играет Майкл Коннелл Хэмфри Его зовут А сына его играет Хэлли Джо Лосмонт Довольно известный парнишка Он переиграл всех малых во всех Во многих кинофильмах И его афроамериканского друга Играет Майкл Т. Уильямсон Четвертый фильм Гараж Оу, гараж Там много Ну давайте Значит, председатели Гаражного управления Валентин Гафт и Савина Лия Хиджакова Та, которая там всех закрыла Собственно, недовольные Светлана Немоляева Андрей Мехков Вячеслав Невинный Который за большинство Георгий Бурков Тот, который за гараж Родину продал Семен Фарада Тромбонист Игорь Костолевский Сын Блатнова Ольга Остраумова Михаил Кокшонов Играет там эпизод По-моему, даже Слово не говорит А может, одно И Собственно, Эльдар Рязанов Который на Бегемоте Проспал весь фильм И в итоге гараж потерял Пятый фильм Титаник Ого Грустно Ну давайте Леонард Ди Каприо Кейт Уинслет Собственно, два влюбленных Он Джек, она Роза Ее Жениха Играет Билли Зейн Кейти Бейтс Играет Американку Богатую Большую Так Глория Стюарт Играет Розу В старости Та, которая Собственно Бриллиант Выкидывала в море Билл Пэкстон Играет Руководителя операции Которая Приехали Поднимать Титаник Ну и Кто там Фрэнсис Фишер Играет Мать Розы Командир Корабля Играет Бернард Хил И Товарища С которым Они выиграли билеты На Титаник Зовут Дэнни Нуччи Шестой Гардемариной Вперед Оу Хорошо Ну давайте Для начала Гардемаринов Самих Сергей Жигунов Он Саша Белов Лешка Корсак Дмитрий Харатян Князя Владимир Шевельков Ягужинскую Татьяну Лютаева Ольга Машная Это которая Софья Алешка Так Ну и давайте Прям с первой серии Кто там Виктор Павлов Например Играет Тот Которому По лицу Досталось От Харатяна Негодяя И взяточника Учителя Семен Фарада Играет Руководителя Всей этой Гардемаринской Школы Ну и Само собой Михаил Боярский Евгений Евстигнеев Бестужева Иннокентий Мактуновский Александр Абдулов Александр Пашутин Что-то вот Наверное Все Седьмой фильм Так Матрица Вы смотрели? Да Конечно Матрица Часть первая Прекрасно Киану Ривз Играет Нео Играет Он же Мистер Андерсон Лоуренс Фишберн Морфеус Керри Энн Мосс Играет Тринити Или троица По-нашему Так Агента Смита Играет Человек С именем Хьюго Волис Уивинг Он же играет Главного эльфа Властелин колец Так Ну кто там Главный злодей Который всех предал Джо Пантелиано Оператор Который их соединял Там между Настоящим И ненастоящим И матрицей Маркус Чонг И Та которая Оракул Дама Ее зовут Глория Фостер Это основные Москва слезам не верит Ой хорошо Это восьмой фильм Поехали Алексей Баталов Вера Алентова Подружки ее Ирина Муравьева Вторую я сейчас вспомню Мужа второй подружки Играет Который Николай Всех пускать Никого не выпускать Его зовут Борис Сморчков Рудольфа Он же Родион Как раньше модно было Юрий Васильев Наталья Вавилова Играет Александру Как по батюшке Александру Кихомирову Вторую подружку Зовут Раиса Рязанова Хоккеиста Алексей Булдаков Русскин Русскин Это тот который Затек весь Совсем затек И мой любимый персонаж В этом фильме Сергей Гусинский И тот который Семенов Водку будешь? Водку? Буду Аплодисменты Кейси Аффлек Скотт Канн Дон Чидл Берни Мак Карл Райнер Или Рейнер Не знаю как точно произносится его фамилия Элиот Гулд Это кстати первый муж Барбара Стрейзен И Эдди Джемисон Аплодисменты Молодец Если вы сейчас Ответите на очень Сложный вопрос Это вы немедленно Получите от нашей программы 50 тысяч рублей Как зовут ведущего Программы Я могу Леонид Аркадьевич Якубович Браво Я удивлен Равно как и вы Не очень представляю себе Как он все это запомнил Единственный ответ один Смотрите кино На первом Аплодисменты В одной из передач Мы видели как человек Гнул огромные Металлические стержни И это было просто потрясающе Потому что стержень был Вот такой толщины Короткий довольно И он об колено Двумя руками Гнул эти стержни Что вообще говоря Свидетельствует О большой Силе мышц Но Делать то же самое Без усилия Делать то же самое Без силы рук Это уже знаете ли Большое многоточие После которого Следует вопрос Как это Как это Я пошел в технический университет Чтобы изучать Электронику И наноэлектронику То есть это то Что находится На наших компьютеров Телефонов Гаджетов И так далее То есть Наноэлектроника Она повсюду В наши дни Сейчас В эпоху технологии Очень многое Можно объяснить В плане науки Но мое увлечение Технологиями Оно мне помогает В творчестве В процессе сгибания ложки Я использую Два полушария мозга Только Когда ты используешь Свой мозг На сто процентов Ты можешь достичь Этого результата Я пришел на проект Чтобы показать Всей России Что ложку Можно согнуть Силы мысли При правильном Использовании Своего мозга И этому могут Научиться Абсолютно все Встречайте Николай Стрельников Я сказал Что вы можете Гнуть предметы Силой мысли Это правда? Да Когда эта способность Обнаружилась в вас? В самом глубоком детстве Когда-то я по телевизору Просто увидел Как мужчина Гнул ложки И он объяснял Как он это делает Он говорил Как это делать И конкретно Описывался Эту ситуацию Я потом дома Взял ложку Попробовал ее согнуть Но у меня ничего Не получалось Ну и И в итоге Эта мысль Она была у меня В голове И после этого Через пару дней Я опять это начал Пробовать Пробовать И я понял То что он говорил То что нужно Именно поверить в это Действительно в это поверить И тогда все произойдет Вы знаете Что я даже не хочу продолжать Потому что все Что мы говорим Это слова 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 Такой призрачный туман Ну давайте пройдем Давайте пройдем Один вопрос Это ложки вы принесли? Да Это я принес Нет уж Это в принципе Не имеет никакого значения Нет имеет Как скажете? Это мной заряженные ложки Причем место Которым я их заряжал Практически не поддается гипнозу Простите Если он так согнет ложку А я спрошу За какое время Это будет зарегистрировано? Нет Почему? Ну потому что Неизвестно Что за способ изгиба Здрасте Вот это хорошее определение Поскольку мы не знаем Как вы это делаете Мы вас никуда не внесем Совершенно верно Это невозможно Кладите Раз Спасибо. Очень сложно. В начальных этапах она очень легко и плавно дается, но потом все сложнее и сложнее. Последние. Да. Они очень крепкие, если бы потрогали их в руках, бы вы ощутили всю эту мощь, железо. Железо. Субтитры создавал DimaTorzok Пять ложек. Хочу насладиться этим моментом. Молодец! 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 Вы знаете, я понял, что сила мысли все-таки это главнее, чем сила рук. Смотрите. 50 тысяч рублей ваших молодец хочется сказать кое-что напоследок помните то что наши мысли они материальные и всегда старайтесь думать о положительных вещах хороших вещах тогда у вас все будет жизни хорошо ах надо вам сказать насколько он прав и всегда говорите только о хорошем слова как и мысли имеют обыкновение материализоваться только хорошее и только вслух ах боже жной где эти чеховские барышни где эти странные определения мужская сила женская слабость мы добытчики они охраняют наш очаг все перемешалось настолько что теперь уже непонятно кто чем занимается и кто чего достоин кстати если женщина протягивает для поцелуя правую руку она относится к вам ну нейтрально если левую руку что положено по этикету она проявляет вам некую благосклонность замешанную на холодной вежливости девушка который сейчас выйдет эту сцену протягивает левую руку не потому что это вежливо а потому что правой рукой она может переломать вам все кости какие только у вас есть проявляя при этом абсолютно нейтральную позицию по отношению к вам 15 лет я выступил на школьной спартаки азии там меня заметил тренер и предложил уже профессионально заняться армрестлингом я начала усиленные тренировки я достигла того что я выиграла 11 раз чемпионат мира и более того я участвовала мужских турнирах я пришла на этот проект показать что женщины не слабее мужчин и я вам это докажу в студии ирина гладкая вы занимаетесь армрестлингом да да сколько лет 18 зачем мне нравится это моя жизнь это мое хобби а вы замужем нет итак вы 18 лет тренируетесь я не спрашиваю сколько вам лет не спрашивать не спрашиваю 19 18 лет тренируетесь вам 19 мне 72 какая мы пара очаровая чем будете удивлять что будете сейчас делать чтобы развенчать тот миф о слабом женском организме ну что я попробую побороть десятерых мужчин на руках 10 я хочу вызвать до эксперта игорь бодриченко игорь я прошу вас объяснить там условия при которых действо будет зарегистрировано давайте подойдем столу ир подождите пожалуйста одну секунду итак руки должны быть на валике на валике до кисти должны быть прямые скажите пожалуйста а быть тренер иры до 11 неров один из тренеров то есть все что вы сейчас мне показываете она знает до тонкости досконально и так значит если гладко положено рука это считается победой да эту руку можно отрывать нет нельзя перехватываться можно да перехватываться можно и нельзя поднимать локоть нельзя это фон я прошу вас тогда следить за тем чтобы все что она делает было выполнено ровно по тем правилам о которой вы говорите она будет право что ребята могут делать неправильно так как они не знают а ирина будет все правильно пусть только попробует сделать неправильно тогда смотрите за ними хорошо я буду смотреть за ними а вы будете смотреть за ней договорились договорились займите свое место я сейчас не спрашиваю нашего главного редактора вообще ни о чем потому что шон что я люди субтильные и попросить нас сейчас побороть этих граждан вообще бессмысленно но взгляда мы можем убить любого ну давайте хотя честно сказать мне не хочется заставлять вас это делать но вы сами сказали мужики здоровые можно вопрос а где таких набрали а вас все-таки еще это интересует мы специально отбирали чтобы вы могли среди них как раз и выбрать того кто пойдет с вами рука об руку и кого вы будете защищать вот они перед вами хотите я вам их представлю давай пожалуйста вас зовут нельсон нельсон откуда вы из нигерии из нигерии сколько лет вы занимаетесь амбрэнслингом ну чуть больше десяти лет больше десяти лет так не честно же как зовут вас саша баламут нормальная компания нельсон и баламут скажите пожалуйста сколько вы занимаетесь этим видом спорта уже давно вас зовут максим максим вы чем занимаетесь просто тренируюсь скачаясь качаетесь а вы антон качаетесь и качаюсь тоже и это что значит так спортом боксируем бокс да хотя бы как вас зовут максим а вы судя по фигуре ничем не занимаетесь вас меня зовут илья и занимаетесь вы тренажер зал занимаюсь хожу понял а вы меня зовут вадим просто занимаюсь зале одним голосом вы можете или уху убить любого зовут вас александр вы занимаетесь чем бодибилдингом бодибилдингом вы александр занимаюсь тоже бодибилдингом вы миссий тоже просто занимает зале значит выбирайте сами с кого вы начнете давайте наверное вот с крупного и начнем делаем таким образом тот кого эта милая девушка победит отходит сюда и встает здесь тот кого она не победит остается около своего места я понятно объяснил а вы готовы ну давайте да давайте начнем с него какие команды подается для начала рэди-гоу рэди-гоу очень хорошо будете рэди-гоу говорили конечно все только еще попросите мальчику чтобы они кисти прямо держали а то они могут хитрые вот закручивать хорошо мальчики если кто-нибудь что-нибудь будет закручивать по-честному рэди-гоу 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 вы сюда ээээээээээээээээээ ааааааааааааnda Аплодисменты. Аплодисменты. Сейчас, можно буквально 5 секунд? Конечно, о чем вы говорите? Разомните мышцу. Реди, гоу! От этого смешка он уже проиграл. Нет, я подобру. Реди, гоу! Сейчас. Конечно, конечно. Помочь? Сможете? Я молчу могу. Я так столько могу. Ой, так приятно. Ой, Леонид Аркадьевич, что бы я без вас делала? Да молчите, я так. Реди, гоу! Реди, гоу! АПЛОДИСМЕНТЫ Гоу! Перед окном. Что, рука? Связки? Да? Да, немножко. Конечно, 10 человек, что вы хотите. Ну... Папулен, смотрите, какой он остался. Как приятно. Ой, не могу. Я тоже не могу. Ну? Вернитесь. Если я вернусь, я уже не уйду. Реди? Гоу! Эм! Эм! Голос! Эм! Эм! Я спрашиваю эксперта, вы можете зафиксировать, что все упражнения были выполнены по международному стандарту? Абсолютно. Точно? Точно, да. Мы фиксируем это. При том, что она здесь натворила, переломав груду мужиков, она обаятельна и женственна. Мячик. Маленький мячик. Много свободного времени, невероятное терпение и все. Вот три составляющие успеха, того самого успеха, который сейчас продемонстрирует нам Абакар Джалилов. Я начал заниматься теннисом в возрасте 7 лет. В 13 лет я увидел, как один парень набивал теннисной ракеткой мяч. И я подумал, что это сложно, тоже начал пробовать, мне это понравилось. Теперь я научился еще и плюс заполняю с финтами, с трюками. Одновременно жонглирую и делаю какие-то трюки. На проект я пришел, чтобы удивить людей и показать что-то новое, необычное в теннисе. Мало кто может себе представить, что кроме, собственно, спортивных соревнований, существует еще что-нибудь, что может удивить нас двумя этими предметами. То есть ракеткой и теннисным мячом. А вы готовы развеять эту легенду? Да. Покажите, что вы можете делать. Простите, это вы 27 минут джонглировали теннисный мячик ногой? Да. 27 минут. Да, 27 минут. А кто это зафиксировал? Это рекорд России. Это зафиксировано? Это зафиксировано. Скажите, что вы умеете делать? А я попытаюсь сформулировать задание, которое будет являться рекордом. Я буду джонглировать и подниматься по лестнице. Еще трюки будут некоторые указывать. Так, за сколько минут вы собираетесь подняться наверх? Не знаю, минут за две, наверное. За две минуты. Это можно зафиксировать? Ну, поскольку такого рекорда еще не было зафиксировано, поэтому предлагаю сегодня... Я дам отчет, и вы пойдете, а мы включим секундный номер. Хорошо. Пять, четыре, три, два, один. Пошел. Пять, четыре, три, два, один. Пять, четыре, два, один. Пять, четыре, два, один. Есть! Одна минута, тридцать одна секунда. И вот перед нами человек, который удивил нас владением ракетским мечом. Вперед! Молодец! 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 Да, все хорошо. Мне показалось, что очень много времени было потрачено впустую. Ну, то есть набивание, всякие жонглирования, да, и так далее. Предлагаю это же самое с наибольшей скоростью для вас сделать. Без финтов. Да, без финтов. Именно на рекорд. Без финтов. Без ног, без... Какое коварство! Готов? Да. Три, два, один. КОНЕЦ Время. Результат 13 с половиной секунд. Объявляю рекорд России зафиксирован. 50 тысяч рублей. АПЛОДИСМЕНТЫ Обыкновенный мяч, обыкновенная ракетка. Что особенного? В руках любого человека могут оказаться совершенно невообразимые предметы. Карандаш, лист, бумаги, пила, ножовка, кисточка. Какая разница? Стоит только захотеть, и это превращается в искусство. АПЛОДИСМЕНТЫ Поговорим сегодня о факирах. О тех самых факирах, которые когда-то, очень много лет тому назад, являли людям удивительное искусство глотания огня. Вообще говоря, факир – это странствующий йог или фокусник. А в переводе с арабского факир – это бедняк. Ну, это естественно. Совершенно какой богатей будет глотать огонь ртом. Ну, довольно глупо. А так, платить деньги, смотреть, как это делает тот, а другой – всегда симпатично, приятно. И сам ты в этом не участвуешь. Я был ребенком, который был, можно сказать, волком-одиночкой. Все дети там сидят, сказки читают в одном кругу. Я там читаю отдельно, сижу, чем-то занимаюсь. Я старался вот всегда держаться как-то один. Я пришел в студию «Пилона». Мама была против этого и говорила, что вот, это ерунда, ты какой-то ерундой занимаешься. А потом меня пригласили в фаер-шоу. Мне показали первые базовые элементы. Пришел домой, сделал огненный реквизит и покрутил. Потом за что от мамы получил. Ну, и потом она приняла и ездила со мной на выступление. И там люди поражались, как он это делает. Мама говорит, вот это мой сын. И началось гордиться, что я этим занимаюсь, что у меня получается. Я пришел на проект, чтобы показать, если ты реально чего-то хочешь, то у тебя обязательно все получится. Встречайте Андрей Черняк. С чего вдруг вы начали глотать огонь? Ну, я занимаюсь фаером уже на протяжении пяти с половиной лет. Все время людей нужно чем-то удивлять. Что-то показывать новое. И вот я решил добавить вот немножечко вот такого вот искусства в свое шоу. А я сегодня попробую именно затушить во рту это сделаю. Факел. Факел. Поднимите руку тех, кто поверит в то, что он сказал. Лишь несколько. Ну, хорошо, давайте разубеждать остальных. Давайте пройдем сюда. Вот такой факел. Да. Если его поджечь, то вы его возьмете в рот. Да. И затушите во рту. Во рту. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, двадцать, 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 количество времени. А за сколько времени? За две. Можете? Ну, давайте попробуем. Пусть главный редактор стоит здесь. Во-первых, посчитает количество факелов. Я их зажжу, а вы будете подавать. Я поджигаю эту историю. Стас, вы можете одеть перчатки. По моей команде вы начнете. Кто-то должен подавать. Вы будете подавать. Кто-то должен. Я буду считать. Я хочу предупредить всех. Не делайте это самостоятельно. Это опасно. Приготовились. Внимание. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Занес. 40 секунд. 50 секунд. 50 секунд. Одна минута. Сколько времени? Одна минута. Одна секунда. Одна минута. Одна секунда. Одна минута. Одна секунда. Вперед. Я хочу попросить вас затужить еще один пакет. Одна секунда. 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 Конечно, согласитесь, смотреть на это без содрогания невозможно. Но тем не менее, если кто-нибудь умеет делать что-нибудь подобное, с огнем в том числе, напишите. Коротко и ясно, я могу. И вы будете здесь, на нашей программе. Мы будем говорить с вами сегодня о выдающемся достижении авиационной техники. Мы поговорим сегодня с вами о вертолетах. Так с чего все началось? Подумать только. Китайская игрушка. Маленькая палочка, на которой был нацеплен такой лепесток в виде пропеллера. Так раз ручками он залетал вверх. В эту палочку много веков назад играли китайские дети. Вот вам первый шаг к вертолетостроению. Какое огромное количество модификаций вертолетной техники сегодня существует в мире. Наши только. Камовская и Милевская фирмы. Десятки модификаций. И, конечно, можно легко по картинкам выучить некоторые из них или даже знать все. Но! То, что делает человек, который выйдет сегодня сюда, поражает даже меня. Я, знатока вертолетного дела, любителей вертолетного дела, совершенно фантастическим своим умением. С самого детства я обнаружил в себе способность к звукоподражанию. Изначально это было так. То есть я слышал, допустим, какие-то песни, например, музыкальных исполнителей еще 80-х годов. И я подражал голосом, старался. Потом технические звуки, самолеты, вертолеты. Я сам раскладываю эти звуки и узнаю какие-то оттенки в них. Я никогда, наверное, не пользовался своей вот этой особенностью. Не буду говорить «дар», там, это слишком пафосно. Никогда этим не пользовался в каких-то корыстных целях. Это всегда было в основном шутку. Это было в компании друзей. И это было просто, когда я находился в семье. Своим выступлением я хотел бы показать людям, что каждый человек уникален. Каждый человек есть индивидуальность. И очень часто мы не замечаем в себе те способности, которые действительно отличают нас от других. Встречайте Артем Кольцев! Здравствуйте, Артем. Вы по профессии кто? По профессии инженер железнодорожного транспорта. Что вы заканчивали? МИИД? Нет, Ростовский университет путей сообщения. Ростовский университет. По специальности? По специальности автоматика на железнодорожном транспорте. Откуда у вас этот вертолетный фетиш? Ну, вертолеты, потому что у нас в городе, из которого я приехал когда-то... Откуда вы приехали? Ростов-на-Дону. Так. У нас есть вертолетный завод, есть военный аэродром гражданский, и поэтому постоянно я слышал звуки вертолетов вот с такого возраста. Значит, вы утверждаете, что вы на слух сможете определить тип вертолета, правда ли? Правда. Сколько вам потребуется времени, если я предложу вам определить, ну, предположим, 10 вертолетов на слух? Сколько вам потребуется? Ну, приблизительно, наверное... Ну, на каждую машину сколько вам придется? На каждую машину, не знаю, секунд 15-20, наверное. Секунд 15-20. Я даже не спрашиваю нашего главного редактора, можно ли занести или нет. Я полагаю, что это не заносится в книгу рекордов России. Хотя мы готовы обсудить, наверное, нужны какие-то специальные условия для того, чтобы потом можно было регламентировать этот рекорд. Давайте сделаем таким образом. Я предложу вам встать на рабочее место. Вы будете стоять спиной к экрану. Мы будем выводить на экран определенный тип вертолета из категории двух известных фирм Милевская и Камовская. Мы будем давать вам звук вертолета, и вы, не оборачиваясь, будете называть, что это за вертолет. Потом, если вы разрешите, я чуть усложню задачу, и если вы сделаете то, что я вам скажу, вы получите 50 тысяч рублей. Договорились? Договорились. Хорошо. Вы готовы? Да. Звук. Я готов. Да, пожалуйста. Это вертолет КБ Камова. Это К-32. К-32. Соосные винты. Это верно. Характерный звук. Соосные винты. А это? Знаю. Это... Это Ми-2. Мне приятно сообщить вам. Там я выпустился с этого вертолета, но есть человек, который на этом вертолете, который очень давно уже не выпускается в нашей стране, человек, которого зовут Гарри Геворков, стал чемпионом мира именно на Ми-2, фигуры высшего пилотажа, на этой удивительной маленькой, легкой, изящной машинке. Поехали дальше. Леонид Аркадьевич, мы можем вернуться потом? Как бы сейчас дальше, а потом вернуться к этому звук. Разумеется, разумеется, конечно, конечно. Хотя... Ну, давайте пойдем дальше. Хотя это очень характерный звук. АПЛОДИСМЕНТЫ Это Ми-24. 24. Два пилота. Впереди один, сзади, на нем чуть выше. Второй пилот, он же штурман. Его еще стаканом называют. Совершенно точно. Стакан. Дайте следующий слайд. АПЛОДИСМЕНТЫ Это не К-52 случайно? Случайно К-52. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Абсолютно верно. АЛЛИГАТОР К-52. АЛЛИГАТОР, да-да-да. АЛЛИГАТОР К-52. Боевая машина. Дайте следующий слайд. То, что это Ми, это я точно уже понял, что это Ми. Ми-6. Добавно. Следующий слайд. АЛЛИГАТОР Это первый вертолет в мире, серийно выпускаемый. Насколько я знаю, он может взять на борт в два раза больше своего веса, то есть 20 тонн на борт взять. Это Ми-26. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, давайте следующий слайд. АЛЛИГАТОР Мне очень приятно сообщить именно об этой машине почти легендарную вещь. Один из моих инструкторов, великий человек, Николай Федорович Гаврилов, герой России, генерал-лейтенант авиации в отставке, посадил меня на правую чашку в этом вертолете. Но самое удивительное, что это пилот такого класса, прошедший две войны, много горячих точек, человек, который первый посадил вертолет на Эверест и первый на этой машине дошел до Антарктиды и прошел Антарктиду. Человек, у которого феноменальный позывной, им присвоенный, не он придумал, ему присвоили его коллеги, его позывной «Маэстро». АЛЛИГАТОР АЛЛИГАТОР Мне кажется, я знаю. Ну? Это опять же Камов. Характерный звук соосных винтов Черная акула К-50 К-50, черная акула Забавно Следующий слайд И следующий звук двигателя Ну, может быть Не знаю, может МИ-28 АПЛОДИСМЕНТЫ И теперь я хотел бы вернуться К одному типу вертолета Который вы просили отложить Вернитесь, пожалуйста Не знаю Ну, то, что это К, это точно Это К какой-то Да Не знаю, может К-26 Спасибо Спасибо Ну, хорошо А теперь я хочу дать вам задание Если вы его выполните Вы получите 50 тысяч рублей Какое? Задание вот какое Мы сейчас совместим звук Пары вертолетов Разнотипных И вам предстоит определить Какая пара в воздухе Договорились? Давайте попробуем Давайте попробуем Итак Два вертолета в воздухе Двигатели Ну, МИ-26 я уже слышу А второй Второй не знаю Очень характерный звук МИ-26 и МИ-2 АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Я чуть было Подождите 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 Это, конечно, замечательно Но я хотел бы Чтобы это было Незамечательно Я хочу, чтобы это было Феноменально Поэтому Мы дадим вам сейчас Звук Трех разнотипных вертолетов В воздухе Три работающие машины В воздухе И вы должны будете Сказать нам Что это за вертолеты Какие типы Работают сейчас в небе Дайте слайд И дайте звук МИ-8 МИ-8 Я там точно слышал Был МИ-8 К-26 Это вот, который я угадывал Последним МИ-8 К-26 А третий МИ-28 Спасибо Спасибо, Лето Вартон Феноменально Я абсолютно убежден Что конструкторы Работающие над той или иной машиной По звуку Конечно, свою машину Могут определить Я думаю Что люди Имеющие отношение К военной авиации Наверняка Могут определить По звуку И вертолеты Иностранного производства Их очень много Там порядка Нескольких десятков Вертолетов Выпускаются По всему миру Но Так, чтобы Непрофессиональный человек Который просто жил Рядом с аэродромом По звуку Определял Такое количество Модификаций Это феноменально Я много лет Интересуюся авиацией Я влюблен в небо Как ребенок Я имею представление О том Как работают Пилоты И самолетов И вертолетов Давайте взглянем На экран Я часто смотрю Программу Я могу Которую ведет Мой друг И соратник По небу Леонид Аркадьевич Кубович Мы с ним летаем Уже более пяти лет Включая фигуры Высшего пилотажа И мне вдруг Пришла мысль В голову А почему бы Ему самому Не показать себя В этой программе То, что он может И я предложил Ему отправиться В Самару Итак, мы в Самаре У наших друзей На базе сборной команды России По вертолетному спорту Где нам предоставлен Замечательный легендарный вертолет Ми-2 На котором мы с Леонидом Аркадьевичем Будем выполнять фигуры Высшего пилотажа Рядом со мной стоит человек Который подарил мне небо И то, чему он меня научил Я вам сейчас и покажу Поехали Дорогие зрители Сегодня мы с Леонидом Аркадьевичем Выполним ряд фигур Первая Это воронка на носу Левая Вторая Это комплекс Это горка Левый боевой разворот С пикированием И третья Это наша фенька Мы будем управлять вертолетом Управление вертолетом Без помощи рук и ног Поехали Запуск левый Отпустил Управление вертолета КОНЕЦ Выполняем первую фигуру. Воронка на носу. Воронка выполнена отлично. Переходим на второе упражнение. Горка, боевой разворот Пикирова. Поехали. Отлично. Выводим. Упражнение выполнено, замечаний нет. Переходим на третье упражнение. Управление вертолётом без помощи рук и ног. Завершаем упражнение. Запрашиваем заход на посадку. Заходим на посадку. Все элементы полётов Леонид Аркадьевич выполнил безупречно. Мы заканчиваем сезон. Мы встретимся с вами 4 февраля. Мы надеемся, мы верим, что в нашей стране найдётся огромное количество людей, которые скажут «Я могу», приедут на нашу программу и покажут, что вы можете. Мы ждём вас. Мы ждём таланты России. Таланты России на нашей программе. Это программа «Я могу» о вас, о тех, кто действительно может подтвердить, что лучшей страны в мире нет. «Я могу». Говорят, талант – вещь заразительная. И вы, и зрители у телевизоров, я уверен, уже спросили себя, а что я могу, чего не могут другие. Вера в себя, энергия победы наших участников способны разбудить и открыть таланты новые, ваши. Смотрите проект «Я могу», удивляйтесь, завидуйте, дерзайте! Спасибо за просмотр!